20-й день боевых действий на Украине. В Киеве введен комендантский час. Зеленский не исключает, к маю может удастся прийти к мирному соглашению. Российская Минобороны заявляет, занята вся Херсонская область. В Ливане набирают добровольцев, желающих присоединиться к российской операции. В Киев едет делегация из премьеров Польши, Чехии и Словении. Блумберг утверждает, советник Байдена Салливан пытается организовать переговоры с Патрушевым, чтобы не допустить применения оружия массового поражения. В Словакии высылает российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Пентагон грозит Китаю последствиями, если тот будет помогать России на Украине. Китайские акции на американских биржах устремились вниз. Генсек Уон Гутерриш не исключил ядерного конфликта. Сотрудница Первого канала в прямом эфире выбежала в студию с антивоенным плакатом. Она задержана. В Москве впервые с начала спецоперации арестован подозреваемый в госизмене. Глава Совета по правам человека Фадеев не считает цензуры и закон о дискредитации вооруженных сил. Роскомнадзор заблокировал уже два десятка сервисов VPN и работа продолжится, заявил Единорос Хинштейн. На Украине заочно арестован телеведущий Соловьев. Следственный комитет возбудит дело против возбудивших дело на Захарову. Для Навального запросили 13 лет колонии. В Ростове в поддержку российской армии вышло ультраправое русское национальное единство. У российской политической элиты просто нет права на отступление. Дальше некуда. Выстоим? Конечно же, больше нас любить не станут. Отступим? Порвут на британский флаг. Евразийский экономический союз, в который входит Россия, прорабатывает создание общей валюты с Китаем. Задача – создать независимую финансовую систему. Проект должен быть готов в течение двух недель. Москва и Минск отвязываются от доллара и переходят на рубли в расчетах за энергоресурсы. Штаты не исключают полного торгового эмбарго России и перекрытия для нее международных морских путей. Британский премьер Джонсон призывает готовиться к трудным временам без российского газа. В Италии – бессрочная забастовка водителей и грузовиков. Они требуют компенсации за подорожавшее топливо. В Биробиджане из-за аварии почти весь город без тепла. Это 65 тысяч человек. На улице минус три. Минсельхоз и Минпромторг запретили экспорт пшеницы и других основных культур. Мера будет действовать до 30 июня, а до конца лета из страны нельзя вывозить и сахар без особого разрешения Минсельхоза. Вместе с этим возобновляется импорт семян из Польши, Франции, Чехии и других недружественных стран. Российские биржи закрыты уже третью неделю и откроются по заявлению ЦБ, когда ситуация позволит это сделать. ЕС отказывается от российской стали. Новолипецкому металлокомбинату и Северстали придется искать новых покупателей. Компании продавали в Европу от 20 до 30 процентов своей продукции. Цветные металлы под санкции пока не попали. Вместе с тем в Евросоюзе планируют запретить финансирование всех проектов, связанных с добычей и разведкой нефти в России. На покупке сырья это не отразится, заявляют в Брюсселе. В Белом доме говорят, российская экономика сокрушена. Песков не согласен. Это возможность для развития. Украинские железные дороги национализируют 3000 российских вагонов. Отечественным самолетам запретили летать над Европой. Агентство ЕС по безопасности полетов аннулировало сертификаты российских авиакомпаний, а заодно и нескольких учебных центров. Росавиация уволила начальника управления летной годности Кудинова. На днях он говорил о переводе иностранных самолетов в российский реестр и о том, что Китай отказался поставлять авиазапчасти. Ведомство выступило с заявлением, что Кудинов неуполномочен говорить об этом. Аэрофлот возобновляет полеты в Баку и Ереван. Из России ушли несколько страховых компаний, в том числе Альянс и Свис Ри. Производитель лифтов Отис. Фармгигант Байер будет поставлять только товары первой необходимости. Французские компании, в том числе Ашан, останутся, заявили в Париже. Китай тем временем переписывает ценники на свои автомобили в России. Хавейл, собранный в Туле, подорожает в полтора раза, заявили в компании. На заводе тоже дефицит комплектующих и проблемы с логистикой. Впрочем, выбор у покупателей невелик. Помимо китайского завода, в массовом сегменте остался работать только АвтоВАЗ. Госструктурам уже в ближайшее время будет не хватать вычислительных мощностей, выяснил коммерсант. Покрыть дефицит рассчитывают за счет частных компаний, в первую очередь развлекательных сервисов. Впрочем, и частники заявляют, их ресурсов хватит на 3-6 месяцев. Решением проблемы может стать серый импорт или переход на китайское оборудование. В условиях кризиса не до экологии. Правительство и РСПП предлагают в рамках борьбы с санкциями отложить нацпроект «Чистый воздух», ввод системы учета древесины и норм экологической нагрузки для предприятий. В Московской области ради импортозамещения пообещали раздавать госземли в аренду за 1 рубль на 3 года. Рогозин не отказывается от планов построить российскую орбитальную станцию. Она, по его словам, будет выполнять и гражданские, и военные задачи, если к моменту запуска, цитата, «мы будем жить в этом враждебном мире». Первый модуль все еще планируют запустить в 2025-2030 году. Ассанжу не разрешили обжаловать решение об экстрадиции в США. Верховный суд Британии отказал основателю Викиликс, теперь слово за главой британского МВД Паттель. Впрочем, после этого Ассанж снова может попытаться оспорить решение.